самая большая опасность когда опять же с ребятами веду рук и спрашиваю какие опасности есть в интернете все сразу кричат вирусы да но мы уже с вами выяснили что вирусы на самом деле не так часто поражают наши компьютеры если говорить о том что было лет 20 назад до 20 а то и 30 наверное то тема вирусов действительно было очень актуально сейчас таких проблем нету более того сейчас если меня кто-то спросит а какой у тебя стоит антивирус вот любимый вопрос да как каким антивирусом да какой самый-самый хороший честно не буду врать не помню но я же могу подсмотреть у меня не стоит никакого по моему анти а нет вот какой-то веб компаньон стоит по моему но это даже не антивируса это который блокирует всякую рекламную эту ерунду всплывающие окна и прочее такого прям серьезного антивируса у меня не стоит наверное никакого сейчас практически windows и как только он установлен в нем уже в комплекте идет вот предустановленный антивирус если вы опять же обновляете все это дело регулярно то там содержатся самые последние вот эти вирусные базы и вы защищены я не могу вспомнить очень давно чтобы я вот видела вот настоящий вирус прямо на компьютере чаще всего когда мне пользователи начинают рассказывать что у меня на компьютере вирус он как-то себя не так ведет 90 процентов это никакой не вирус да ну или вот это рекламная кошка вирусом назвали но это ерунда не вирус на как вообще понять что у вас на компьютере вирус по каким признакам какое-то необычное поведение компьютера он очень сильно начал тормозить не как обычно да но понятно что если компьютер у вас там 30 лет ему то это его нормальное состояние но если он у вас работал безупречно и вдруг начал как-то неестественно подтормаживать то тут можно обратить внимание что что-то не то может тормозить отдельно компьютер а может тормозить интернет эти две вещи тоже следует различать как определить если у меня тормозит интернет но в компьютере у меня открываются файлы нормально вот я могу фотографии пролистать открыть документ какой-то вообще просто вот по покликать по вот этому меню там да по открывать вот здесь папки какие-то да все нормально работает а тормозит только интернет да то это интернет если у меня тормозит все и интернет и сам компьютер да то это тормозит уже компьютер бывает и тогда уже будет проще искать в чем проблема да или у вас скорость интернета упала или бывают такие вирусы которые начинают использовать ваш интернет они постоянно шлют какие-то запросы или какую-то рассылку рассылают они используют ваш компьютер вы можете не видеть никакой активности кроме того что интернет вообще очень очень сильно стал тормозить он забивает весь канал связи практически вот своей какой-то там деятельностью которую он ведет вот компьютер сильно начал как-то греться до жужжать появляются разные окна необычные до которых нету но опять окна даже не в браузере вообще всегда окна в браузере в 90 процентах это вот вы сами на что-то подписались как я показывала очень хорошая штука пока я кстати про браузер вспомнила это с две программы я вам покажу которые может быть вам знакомы смотрите у меня есть такая красная ладошка там на красном пони это блок до или это блок плюс это две такие программы они для разных браузеров и для mozilla и для интернет-эксплорера это блокировщики рекламы всякой на самом деле разница очень большая если посмотреть сайт без блокировщика рекламы там сверху снизу справа обычно каждый свободный сантиметр занят рекламой ну потому что все хотят получить деньги а за просмотр рекламы да на этом можно вот зарабатывать а когда включаешь это то остается или там минимальная реклама или вообще на полностью исчезает значит но мы возвращаемся к вирусам что же делать чтобы вирус не попал в компьютер хорошо иметь антивирус если его нет то ничего страшного в компьютере уже есть огна обновляем его постоянно вот антивирус обязательно обновляем потому что появляются новые вирусы каждый день появляются новые вирусы и если он не будет обновлен то с последними вирусами он не сможет справиться каким образом попадают вообще вирусы в компьютер чаще всего это либо вы открыли какой-то файл подозрительный от того что вы перешли просто на по ссылке на сайт вряд ли вряд ли скорее всего вы файл скачали и более того надо чтобы вы его открыли вот это вот самый самый опасный вид файла потому что это какая-то программа которая запускается и что она там делает на вашем компьютере да уже не очень понятно да я потом сотру вот то есть если вы установили какую-то программу скачали и вы знаете что она должна вот установиться развернуться на компьютере то это нормально что у нее будет такое расширение но если вы скачиваете электронную книгу опять же вы искали какую-то книгу вы скачали сайта вам говорят что вы скачиваете книгу а у книги вдруг вот такое расширение то это уже должно быть подозрительно вы знаете что книги могут быть в текстовом формате в pdf и дежавю есть формата для электронных читалок есть какие-то свои там форматы но вы примерно их знаете книга не должна быть исполняемым файлом или музыка музыка картинка и книга не должны устанавливаться они должны скачаться и открыться все когда мы покупаем компьютер новый обычно мы единственный пользователь да мы ничего не настраиваем мы делаем аккаунт админ и как администратор со всеми правами каждый день пользуемся компьютером это как раз опасно потому что можно сделать все можно залезть в любые настройки установить любые программы советую если вы покупаете новый компьютер сделать даже если никто больше не пользуется кроме вас сделать две учетная запись все-таки вот администратор это полные права и просто пользовательская запись которая будет называться вот там юлия до вашим именем например и у этой пользовательской записи у нее не должны быть все права вы сможете также с нее там выходить в интернет и сидеть где угодно на любых сайтах но когда вы попытаетесь установить какую-то программу она скажет что у вас недостаточно прав введите пароль администратора это отличная защита если даже вы случайно скачаете какой-то вирус и он попытается что-то там сделать без вашего ведома он ничего не сделает у него попросту нету прав и еще одна тема которая сейчас наверное более актуально мы сейчас говорили там про пароли про вирусы я вам честно говорю не помню когда я последний раз видела вирус да уже вымирающие такое редкое явление и то же самое с паролями очень очень редко когда пароли действительно вот взломали почту у меня дети часто прибегают в школе и говорят мою почту взломали 90 процентов что не взломали твою почту а ты сам из нее не вышел ты не нажал вот это вот логи вялья логаут да вот это выйти кнопку то есть 90 процентов преступлений это так называемые как бы ну вот социальные какие-то вещи это не имеет такого отношения вот ко всяким таким кибер опасностям которые мы представляем себе которые там нам рисуют сми да и это вы сами открыли какой-то файл установили на своем компьютере своими руками это вы сами познакомились там с кем-то в интернете выдали свой пароль произнесли его по телефону там находясь в трамвае в интернете очень легко выдать себя за другого человека да в интернете очень легко поделать письмо или сообщение как будто бы от имени вашего знакомого она послана да то есть вот такие вот вещи имеют место быть да такие виды мошенничества но не какие-то хакеры большее количество спама приходит по почте чаще всего иногда бывают до телефонные звонки и социальные сети но 90 процентов спама приходит по почте есть даже специальное название для таких многих писем целый раздел называется нигерийские письма когда вам пишут что какой-то нигерийский принц да получил какие-то невероятные деньги и все что ему надо это вывести их из его страны но там вот какие-то политические междоусобицы и легального способа сделать у него нету и вот он хочет вас использовать с этой целью вы готовы ему помочь он вам перечислят эти деньги за какой-то вот процент от них иногда письма выглядят довольно безобидно например приходит вот такое вот письмо что вы выиграли 600 сколько 650 тысяч всего-то в какой-то ежемесячные лотереи и пожалуйста свяжитесь с нами по такой-то почте и предоставьте свои личные данные да на первый взгляд здесь нет ничего подозрительного потому что меня не просят ничего заплатить от меня не просят номер вот кредитки моей до всего навсего имя адрес пол возраст кем я работаю телефон в принципе не но ничего криминального да почему бы и нет но эта схема обычно работает как как только вы отвечаете на это письмо то есть таких писем рассылаются там миллионы там миллиарды наверно в день в надежде что хоть кто-то отреагирует как только вы вступаете в переписку часто кстати такие письма рассылаются даже не на реальные адреса а опять же на случайным образом сгенерированную последовательность вот этих букв то есть человек который это отсылал он может даже не знать существует такой адрес или нет как только вы ответили вы дали знать что такой адрес существует там живой человек и он уже вот одной ногой в этой ловушке тогда с ним начинается вот эта переписка и потихоньку начинается вот затягиваться эта вся история вам начинают рассказывать что вот спасибо все мы вам все перечислим а потом пишут только вы знаете что вы по закону должны с выигрыша налог заплатить 20 процентов налог на этот кабе макс да по моему и вот на этот счет нам 20 процентов от этой суммы перечислите и тогда конечно мы вам все отправим в тот же день начинает потихоньку как-то кто-то очень грубо в лоб кто-то начинает очень издалека обрабатывать жертву а как определить что вот это какое-то письмо не такое есть какие-то признаки по которым вот вас такие письма могут вот насторожить по которым можно определить что это не настоящее но во первых предложение слишком заманчивая да слишком круглые цифры если бы мне написали что этом 65 евро выиграла или там пачку печенья какого-нибудь или чипсы там да я бы наверно поверила или зонт там но разыгрывают многие фирмы какие-то вот такие мелочи флешку там да но такие суммы вряд ли до предложение слишком хорошие чтобы быть правдой еще что может насторожить адрес да если это какая-то действительно компания да вообще-то у них вот здесь вот в домене должен быть тогда адрес этой компании если вам пишут что вы выиграли в теле или вы лиза или там microsoft какую-то лотерею то у них и домен будет соответствующий вот кроме этого как вы могли вообще выиграть если вы ни в чем не участвовали вот если я собирала наклейки из какой-нибудь пачки печенья или чипсов и рассылала их и заполняла какую-то анкету да ну есть много розыгрышей да вы покупаете булку толста там написано отправь вот этот код на сайте степа гор там да или отправь с печенья сельга вот этот код если я в этом участвовала то я знаю что я участвую в лотерее степа горели сельга да или там в какой-то другой если я никогда не участвовала ни в каком google промо они пишут и га куины до вики какой-то какая-то каждый месяц у них просто так проводится лотерея но это ерунда если я в ней не участвовала как они вообще нашли иногда еще пишут вообще дурацкую фразу не зная ни вашего имени ничего пишут ваш email выиграл да видели открываешь на русском ваш email выиграл email не может выиграть email не является субъектом чтобы выиграть вот таких писем вам приходят каждый день куча но вы их обычно не видите почему потому что почта настолько умна что она отфильтровывает их автоматически что делать если вы то есть вы их скорее всего можете найти у себя я не знаю я наверное почистила тоже папку спам и мне наверное ничего нечего показать скорее всего вы их можете найти в папке спам они автоматически но у меня даже нет ни одного настоящего спама здесь это просто рассылки я я очень часто чищу эту папку чтобы не пропустить ничего важного в папку спам рекомендуется иногда время от времени заглядывать потому что бывает что туда попадают хорошие письма если кто-то посылает очень часто очень интенсивно письмо какой-то рассылку то почтовая программа может воспринять ее как спам поэтому вот у меня например сейчас вот это все в спаме но это не спам просто мне сайт прислал 50 раз напоминание о том что его надо обновить и google решил что это спам что делать если вы получили спам если вы получили какое-то письмо вот такое вот где 650 миллионов что вы будете с ним делать варианты удалить пометить как спам переслать друзьям пусть тоже получат свои 650 миллионов а перейти на ссылку и проверить вдруг там правда какие-то деньги удалить это неплохой вариант но не самый хороший самый хороший вариант это от час какое бы письмо сделать чтобы самый хороший вариант это отметить это письмо и вот здесь вот у вас прямо будет кнопка спам то есть пометить его как спам это две разные операции удалить да и пометить как спам когда вы его удаляете да она отправляется в корзину и больше вас не беспокоит но если вы говорите компьютеру о том что это спам вы помогаете многим другим пользователям дело в том что вот эти все почтовые программы они самообучающиеся если несколько человек там 50 человек отметят письмо вот от этого пользователя как спам то следующим людям она уже не придет она автоматом попадет в папку спам и вам тоже она уже сто процентов не придет поэтому с одной стороны опасно какое-то письмо хорошее отметить спамом с другой стороны если вы уверены что это спам отмечаете этим вы сделаете доброе дело внесете свой вклад в машинное обучение в обучении вот этих всех программ компьютерные системы здесь стоят очень мощные фильтры которые на самом деле по ключевым вот этим словам уже способны определить что это спам но все равно их пытаются обмануть и люди часто маскируют эти письма например пишут вместо букв какие-нибудь цифры например букву о я могу заменить нулем да все компьютерный фильтр уже это письмо не сможет отфильтровать визуально она будет выглядеть примерно так же человек прочитает текст но то есть какие-то символы еще добавляются поэтому компьютеру надо помогать если у вас есть ссылки какие-то в этом письме если у вас есть нету обещаний денег но другого рода пришло письмо чаще всего это о том что ваш аккаунт взломан вас пугают сразу что ваш пароль скомпрометирован до приличные сайты тоже могут рассылать такие письма но как их отличить оно пришло с официального сайта если я регистрировалась на сайте там facebook то она придется какого-то имени собачка там facebook.com она не придет с какого-то левого сайта непонятного до кроме этого когда я перейду по ссылке то меня никогда не спросят мой старый пароль а там скажет придумайте свой новый пароль если ваш пароль был скомпрометирован то любой сайт вам предложат придумать новый пароль но также как вы если забыли пароль да вам приходит какая-то ссылка вы туда кликаете вы новые придумываете если вы находит переходите по ссылке а вам говорят видите свое имя пользователя видите первый пароль нам второй пароль старый да то надо убить то скорее всего это какая-то ловушка старые пароли сайты обычно не спрашивают есть как можно с какой целью они это делают да с миллионами там понятно вы платите какие-то деньги какой-то налог здесь вроде денег не требуют заботятся о вашей безопасности ловушка здесь в том что вы сами своими руками передаете свой пароль от этого сайта злоумышленникам а пароль может у вас один и тот же на все сайты скорее всего вот очень часто эти страницы маскируются как это целый раздел вот такого интернет мошенничество до называется фишинг если мы посмотрим то в переводе с английского фишинг это рыбалка до fish рыба fishing рыбалка то есть создается поддельная страница выкладывается в интернет и и на эту страницу как на удочку ловятся вот рыбки до доверчивые пользователи эта страница может отличаться вот здесь вот парой буков да но вот фейсбук все из вас помнят как пишется правильно по-английски но не не все может быть там одну о вместо 2 я напишу может быть вот эту си английскую и кей там поменяем местами какой-то один символ добавлю а потом что делают эти мошенники они пытаются создать страницу идентичную настоящий вы заходите там тот же синенький логотип тот же дизайн вы переходите и вы думаете что вы на настоящем фейсбуке и только вот по этому адресу кривому можно определить что это не facebook а какая-то фейковая страница до поддельная то есть надо очень внимательно смотреть швидбанка по моему были такие истории что приходили письма даже оформленный вот весь дизайн швидбанка вот этот оранжевый был очень точно воспроизведен те же шрифты те же вот элементы дизайна и только вот по домену по адресу можно догадаться что это не она если вы сомневаетесь вот вы не уверены в своих силах как то я вот такие страницы сразу вижу мне сразу это очень бросается в глаза если не уверены лучше уточнить да вот от швидбанка вам пришло какое-то письмо возьмите перезвоните скажите а вот у вас была такая рассылка клиентам что их пароли скомпрометированы или не было да то есть если это фейсбук зайдите на официальную страницу facebook как вы всегда заходите напишите там в техподдержку на любом сайте есть их поддержка на тех же одноклассник вконтакте напишите что было ли от вас такая рассылка прежде чем туда переходить нет перейти можно по ссылке но не вводите свои пароли и еще все сайты которые действительно серьезные которые там банковские и интернет-магазины у них впереди они используют защищенный протокол то есть в самом самом начале сайта вот может быть вот это х ттп да а может быть еще с буковкой с вот если я открою тот же не коль видите вот здесь вот эта буковка с это говорит о том что данные которые передаются на этот сайт и из этого сайта они дополнительно шифруются то есть на тот случай если сейчас кстати про опасность использования вайфая если сейчас я подключилась к вайфаю общедоступному в этом кафе к нему могут подключиться он без пароля был да здесь написано прямо я не знаю вы подключились или нет я рискнула и подключилась здесь написано а вот тут вырк до какой-то таллин вайфая вот тут вырк до что любой может подключаться без всякого пароля сюда да но что это значит это значит что к этой сети может подключиться сейчас кто угодно вы можете подключиться и если данные передаются с моего компьютера по воздуху то теоретически злоумышленник вот там под окном с таким же лаптопом и специальными программами может эти данные перехватывать и если вот они зашифрованном виде то он не сможет их расшифровать он получит какой-то бессмысленный набор вот данных а если бы они передавались вот открыто прямо текстом то он смог бы потом их расшифровать поэтому никогда не пользуйтесь открытым вайфаем местах для того чтобы проверить свой там интернет-банк или вот что то такое то есть социальную сеть там посмотреть да можно новости почитать на дельфи можно погоду посмотреть но не что-то важное вот и у таких сайтов которые можно доверять у них всегда есть вот это вот с буква да у всех крупных сайтов если этой буквой с нет то это не говорит о том что сайт плохой да но значит он не шифрует ваши данные и это не может быть серьезный не интернет-магазин не интернет-банк не серьезная социальная сеть какие еще бывают мошенничества различные романтические истории например вы в интернете общаетесь активно до написал вам но опять здесь все слишком хорошо чтобы казаться правдой обычно бывает история какой-нибудь вдовец очень обеспеченный очень красивые на фотографии такой хоть и в возрасте но вот моложавый спортивный подтянутый работает каким-нибудь адвокатом как минимум да и вы ему так понравились так ваши фотографии в социальной сети приглянулись и он хочет с вами начать общаться и после непродолжительного общения там через неделю он вам предлагает к нему переехать в италию куда-нибудь на юг и вы уже готовы все бросить и бежать до чаще всего это будет обман как эта ситуация работает в начале все хорошо вы общаетесь все вы интересно любови взаимопонимания но потом начинаются у него какие-то проблемы я не могу там оформить там какой-нибудь купить билет у меня там карточка какая-нибудь блокируется у меня куча денег но вот они в другой банковской системе в какой-то мне их там не вывести можешь мне там билет купить да или купи там не знаю платим кинь деньги там мне вот на телефон в общем начинаются какие-то неожиданные у него проблемы да срочно какая-то неприятность а вы уже так хорошо общаетесь вам же человека ну как поддержать хочется выручить да как распознать что это кроме того что это слишком хорошо примерно как 650 тысяч миллионов фотографии фотографии эти люди никогда не используют свои настоящие они используют чужие фотографии как это определить используете поиск по фотографии и вот здесь у вас есть такая штука фотоаппарат вы наверное не обращали внимание вот если я нажму на этот фотоаппарат то я могу сюда загрузить любое изображение или указать ссылку на это изображение и он мне постарается найти или идентичное или аналогичное ну например вот это вот мне девушка прислала сказала что она очень хочет со мной дружить а если вы пользуетесь google chrome там там все гораздо проще там можно вообще нажать правой кнопкой и найти картинку в google в контекстном меню выбрать такой вариант вот ну или если она у вас где-то вам прислали по почте то вы и скачиваете и идете в поиск по фотографиям и загружайте значит я делаю найти картинку в google и он не пытается найти аналогичные фотографии да но если это поддельный какой-то профиль то скорее всего он найдет множество аккаунтов социальных сетях с этой же самой фотографии но с другими именами другими странами а может быть это вообще окажется какой-то известный актер или там певец и вы сразу поймете что вас обманывают поэтому поиск по фотографиям очень полезная штука и что еще очень часто встречается это мошенничество в интернет разных магазинах да вы увидели какой-то товар и опять такое слишком хорошее предложение хорошая цена как здесь проверить здесь не проверишь уже вот по адресу может быть этот магазин правда не так давно открылся я про него ничего не знаю и что сделать в этой ситуации пора спрашивать знакомым когда конкретно вот вы заказывали там с этого сайта а вы если кому-то реально приходила с этого сайта они получили свой товар то можно заказывать дальше перейдите на страничку контакты до посмотреть что там указано если это эстонский интернет-магазин то у любого магазина есть всегда вот этот регистре номер да там какой-то вот код по которому можно найти в этом регистре это открытая информация в интернете данные любой фирмы я могу опять же я иду ищу этот регистре код в гугле да и я вижу что вот на сайте кредите инфу реально такая фирма зарегистрирована в эстонии 29 лет уже и внизу кстати можно посмотреть что у них нету задолженности по налогам что лучше рекомендации спрашивать у друзей почему я не сказала смотрите отзывы отзывы можно легко подделать каким образом если это мой сайт я его сама создала кто мешает мне написать туда какие угодно отзывы поставить себе хоть 10 звезд что в таких отзывах я их обычно тоже очень вижу они написаны вот одним и тем же языком да у них очень стиль один и тот же чувствуется когда пишут разные люди они пишут по-разному очень когда это пишет один человек они все вот одинаковые имена тоже там получаются такие анны екатерина мария там тоже такие неестественно да поэтому лучше не смотреть на отзывы на отзывы имеет смысл смотреть вот там на алиэкспрессе на ebay да там где отзыв может оставить только тот кто купил этот товар очень на многих сайтах есть такая система что я не могу просто так пойти на любой сайт написать отзыв вот если я купила тогда я имею право оставить отзыв вот если я знаю что эта система там работает я могу а так я лучше у друзей спрошу если вы сами хотите продать товар что вы будете делать ну по друзьям понятно поспрашивали первое никому не нужен там ваш не знаю что оки-доки до велотренажер там какой-нибудь вы хотите продать он у вас пылится 20 лет вы все надеялись что вы начнете его использовать потом поняли что нет все-таки нет места занимает вы выставляете его на оки-доки до или на любой другой сайт объявлений опять какие здесь есть схемы вам сразу предлагают очень выгодную цену вы там за него 100 евро просили вам сразу за 200 беру за 150 но только я не из эстонии а из бельгии франции испании это уже подозрительно если вы не продаете что-то очень-очень уникальное очень если вы продаете там велосипед там велотренажер гироскутер ну что в бельгии во франции своих нету да там их больше чем у нас в 20 раз если вот у вас какой-то предмет вы нумизмат например да и вы коллекционируете там монеты марки тогда я поверю что вот эта монета нужно какому-то коллекционеру из бельгии но если я продаю там велотренажер да не за что в жизни дальше он начинает с вами переписываться вот этот скриншоты реальные из моей переписки я здесь пыталась продать гироскутер да и он все согласился покупатель говорит только я из бельгии прям 300 евро вам сразу плачу только я вам не на банковский счет скину я говорю ну вот мой банковский счет пожалуйста переводите до банковский счет кстати свой безопасно я переслала мне это ничем не угрожает да пусть переводит он горит нет я хочу через paypal да начинаются вот эти вот какие-то до разворачиваются всякие истории что я на эту систему не могу только на ту и самое интересное что даже приходит вот такое вот письмо то есть справа это переписка наша в вайбере где он пишет это очень просто вам надо только я вам послал подтверждение что я перевел уже деньги на paypal вы должны просто перейти вот по ссылке и подтвердить эту транзакцию да это уже само по себе подозрительно переводишь деньги переводи почему я должна подтверждать что ты мне переводишь деньги но не в одной платежной системе какой бы вы там paypal не paypal какой бы вы не пользовались такого нету человек переводит деньги и все куда-то да и приходит поддельное письмо оформленное тоже с какими-то элементами дизайна то есть какой-то якобы есть вот номер транзакции от этого отправителя вот на мою имя все банки да но только надо вот найти перейти по ссылке и подтвердить я не стала переходить по ссылке честно говоря мне не очень интересно какая там ловушка да но сто процентов это ловушка ловушка была хотя бы в том что транзакции через paypal можно отменить если а и потом второй момент когда я зашла на свой paypal то есть то что у меня было это вот этот email когда я зашла на свой paypal там конечно никаких денег не было да даже в статусе там в ожидании как он здесь мне написали это была какая-то хитрая схема по которой видимо либо получилось бы что он бы сказал там например что я вам два раза отправил один раз мне обратно отправьте да либо он бы перевел я бы отправил этом товара потом он бы отменил транзакцию я не знаю в чем там была схема но но это сразу было понятно что что-то здесь не то и последнее что мы сегодня с вами обсудим это мы интернет мошенничество обсудили в социальных сетях всякие знакомства до последнее это телефонное мошенничество это очень популярная штука в последнее время вы даже по моему упомянули что звонят с разных телефонов с разных стран а если звонят с другой страны в принципе до современные телефоны они даже сейчас сразу выводят на экране что это какая-нибудь андорра там до или бельгия там и если мне оттуда не надо ждать звонка то можно вообще не брать трубку но есть нюансы есть нюансы что могут пользоваться могут осуществляться звонки через интернет через разные колл-центры и они могут показывать вот такой вот адрес но опять скорее всего даже если это не мошенничество то это какая-то реклама что-то вам хотят впарить чтобы купили что-то вот и как связано какие бывают виды этого мошенничества что или вам предлагают инвестировать деньги обычно это какие-нибудь очень активные молодые люди или девушки которые говорят с таким напором что кем вы там работаете а вы уже на пенсии они хотите ли вы свой пассивный доход как-то увеличить и всего-то надо вот очень надежная схема чуть-чуть совсем давайте вам расскажу я даже не начинаю это слушать потому что ничем хорошим это не закончится конечно очередная пирамида от них очень трудно отвязаться они начинают названивать с разных номеров я советую сразу в черный список не не вступая в долгие вот переговоры не объясняя просто не тратьте свое время на это если вы обычно это люди откуда-нибудь из латвии из литвы или недавно появились украинские наши товарищи если вы начнете с ними говорить по-эстонски скорее всего они сразу положат трубку и диалог ваш закончится да они не не захотят уже ничего инвестировать это тоже сразу говорит о том что это какая-то левая схема потому что фирмы эстонские которые звонят у них обычные операторы двуязычные как минимум да то еще и английский еще какой-нибудь если вам что-то очень выгодно предлагают купить если это но есть нормальные фирмы до которые предлагают купить и есть какие-то вот очень-очень прямо не знают и три по цене одного но в принципе сейчас телефонный маркетинг я не знаю ни одной такой хорошей фирмы которая бы вот которую я могла бы сказать что вот это хорошая такая фирма с ней у них я там что-то покупаю нет обычно телефонный маркетинг это всегда очень навязчиво и даже если первое предложение вам действительно приходит товар от них проблема в том что очень-очень трудно отделаться вы знаете что по закону договор заключенный вами по телефону на словах также является договором если вы не подписали никакой бумажки вы думаете у меня нет никаких обязательств очень часто бывает такая схема мы вам вначале вообще за символическую за 5 евро пришлем такие вот у нас биодобавки витамины все ваши суставы будут как новенькие зрение как будто 40 лет назад улучшится и вообще и бываешь действительно первый раз присылают приходит посылка с какими-то пилюлями вроде как ничего но эти посылки начинают слать на регулярной основе они стоят уже не как первое они стоят уже по полной цене и отвязаться от них отделаться очень сложно сложно и опять вы сами как бы подписались на это дав согласие в телефонном разговоре такие посылки надо им отправлять обратно они должны подтвердить что они их получили надо им звонить а звонить часто бывает некуда если это оператор колл-центра то вы обратно по этому номеру даже не можете дозвониться чаще всего он у них просто в одну сторону работает этот номер поэтому я не советую сейчас когда вы умеете все пользоваться интернетом то покупать что-то по телефону я не могу представить ни одной ситуации чтобы я что-то по телефону купила вот и самая свежая у нас фишка это звонки из банка до вам звонят недавно статья в газете было не знаю читаете вы не читаете газеты бумажные была статья что звонят с тем что спрашивают а переводили ли вывод деньги такого-то числа в такой-то там стране или оплачивали ли вы в так покупку в таком магазине в грите нет не было ничего такого вот значит ваш аккаунт взломали надо заблокировать этот перевод отменить транзакцию для этого скажите нам вот свои там данные и спрашивают там pin 1 там pin 2 этом иску код ну какие-то вот начинают личные данные выпытывать то есть как понять что это не банк банк никогда не спрашивает ваши никакие пароли и секу коды пин коды во первых они у них и так есть без вас во вторых но это слишком подозрительно это как сайты на которых вот вас просят пароли ваши ввести до якобы для вашей же безопасности во вторых надо убедиться что этот номер принадлежит банку если вы вот так наизусть не знаете какой у него номер вы параллельно по телефону говорить откройте страничку эту шведбанка последнее время звонили это сообщение вот из фейсбука я скопировала звонили вот с этого номера до 1310 310 я понятия не имею какой номер у шведбанка но я открываю страничку шведбанка захожу раздел контакты и сравниваю сразу то есть подобно тому как я говорила что адрес фейсбука меняют переставляя там буквы какие-то местами точно также номера очень часто отличаются парой цифр какой-то префикс в начале или в конце что-то добавлено переставлены местами если бы опять колеблитесь неуверенные и считается что опять они не говорят по-эстонски обычно ну шведбанк это что делать вы ни в случае никакие адреса пин-коды и секу коды личные данные не сообщаете а вы перезваниваете в банк по нормальному номеру и уточняете что был ли от вас такой звонок до 99 процентов они скажут что никаких таких звонков нету и хорошо бы сообщить об этом в полицию есть специальное отделение полиции которая занимается конкретно кибербезопасностью до чтобы не беспокоить там не на 112 звоните а вы пишите письмо что вот такая вот мошенническая какая-то схема мне звонили с этого номера мне прислали спам вот с этого адреса да и тогда возможно они начнут этим разбираться и опять вы этим действием кого-то еще спасете конечно столько лет работы с детьми